Субтитры создавал DimaTorzok Вы приходят и уходят, а со своей совестью мне жить Вы с Ренатой Литвиновой продружили сколько лет? Любые взаимоотношения между нами могут быть исключительно на равных В противном случае даже светский политез невозможен И не получилось? Не получилось, но это невозможно Стыдные вопросы про трансгендеров Я была убеждена, что в эту темницу не своего тела Я буду заточена до скончания своей жизни Он вскрывает меня и не находит самого главного Молочных желез А ты попадаешь под категорию пропаганды? Вот мне кажется, я вообще очень традиционные ценности Я хочу иметь право на голос и говорить, что мне что-то не нравится Над какой схваткой? Мы просто над пропастью сейчас находимся Неужели они не понимают, что нет такого пятновыводителя для души? Одна основа Боры там ни разу не было даже Солдарчик, настроение макияж иноагент Ты же не инагент Я не Не стать мне порядочным человеком, понимаете, официально То есть ты не можешь быть иноагентом без гражданства Российской Федерации? Вот я откуда-то слышу шепот, который меня ободрит Спасибо Я хочу, чтобы я была красивая Ну и хорошо, будешь добрая, настоящая Единичка подойдет, когда думаешь тебе? Это про добрая, ты понимаешь, это практически же мой любимый мем Наташа не пугала запрет на выражение матом Потому что она умела матом смотреть Ничего-то Ничего Просто единственное, кто под руку мне говорит гадость, когда я крашу кого-то Причем себя, ты понимаешь, какая я бесстрашная У вас есть что-то типа лозунга или слогана Значит, будь Наташей Максимовой, это фулл-тайм-джоп Что это значит? Во-первых, у меня есть просьба Она, наверное, будет странная в моем случае Я предлагаю перейти на хотя бы твы Обычно у меня есть друзья, именно друзья, с которыми я знакома долгие годы И я по-прежнему с ними остаюсь на вы Меня спрашивают, почему вы так долго с некоторыми людьми остаетесь на вы Я оставляю за собой возможность послать нахуй А на вы-то типа как бы красиво? Мне кажется, помимо того, что это красиво, мне кажется, это всегда звучит убедительнее То есть иди нахуй, это вот такое уже что-то муха пролетело А идите, пожалуйста, нахуй Идут обычно С вами, я уверена, что таких у меня позывов не будет А когда мы с вами разговаривали неделю назад Мы обсуждали, есть ли стоп-слово Или, возможно, какие-то темы, о которых я не хотела бы говорить И я сказала, что таковых не имеется И мне кажется, если уж это интервью такое без купюры, без икивоков То иногда на ты это будет, ну, мне кажется, релевантнее, что ли Поэтому давайте на твы Да, на твы Все, договорились Нам надо выбрать цвет Свет так Светло-серый Светло-серый, прекрасно Будет светло-серый Ты уехала после начала войны во Францию Но сейчас ты вернулась Если честно, вся эта история с войной Она была такая неожиданная И мне лично, как человеку с богатой фантазией Все это показалось скорее, ну, каким-то фарсом Ты не поверила? Я не поверила Я вернулась за несколько дней до этого из Парижа И мы улетели с моими друзьями в Сочи На открытие одного приятнейшего ресторана И мы прилетели из Сочи 22-го числа и 24-го объявляют о том, что началась война И я была уверена, что это какая-то страшная сказка, но которая вот-вот и закончится Слушай, можно еще на секундочку прерву? Это компания светских людей, да? Да Интересно было бы понять реакцию Вот как реагируют на это обеспеченные состоявшиеся люди? Думали, что это все, ну, как минимум кратковременно Быть может, мое окружение, ну, предпочитало так вот немного остроуситься И делать вид, что ничего не происходит Я очень хорошо помню 24-е число И 25-го, когда был, по-моему, первый митинг Который был на Пушкинской площади Я пошла на него Ты была с украинским флагом? Я была, скажем так И я подумала, что, ну, наверняка будут люди, которые придут с флагами Или с другими атрибутами государства украинского Я решила, что я должна в привычной мне манере Сделать это как-то красиво У меня под рукой был желтый какой-то невероятно яркий дождевик И уже теперь раритет, почившая Икея У меня была огромная синяя сумка Вот, я надела этот дождевик Взяла эту огромную сумку Накрасилась И пошла, кстати, с цветами туда, на Пушкинскую Я абсолютно не боялась Не боялась? Не боялась Возвращаясь к Франции Я прожила 25 лет во Франции То есть это большая часть моей осознанной жизни Взрослой жизни И я все-таки привыкла не бояться государства и карательных органов Я была на нескольких манифестациях во Франции Я не боюсь То есть я шла с вот этим полным отсутствием страха На Пушкинскую Потому что, ну, я не осознавала, что со мной может там произойти И когда я подходила Я шла по Большой Бронной И подходила, где сейчас прекраснейший ресторан Совершенно не напоминающий ни о каком плагиате И вкусная точка Я увидела молодого человека Который бежал И за ним гнались полицейские И вот они его повалили И начали бить ногами И у меня даже было ощущение Что они получали от этого удовольствие И в этот момент, когда я увидела Вот эту вот, скажем так, заваруху Я поняла, что все серьезно И страшно мне, кстати, стало не от того Что меня так же могут повалить Никто вокруг из прохожих Не попытался вступиться Так, ну вот, мы начали уже Я не знаю Мне всегда кажется, что Когда ты знаешь, что есть поддержка Даже если она гипотетическая И, может быть, она придуманная тобой Она фантазированная То уже можно и с места в карьер Стартовать А здесь для меня было ударом судьбы Осознать, что люди, которые проходили мимо Они не вмешивались в это во все Психолог Даниэль Каннеман Второй в истории неэкономист Получивший Нобелевскую премию по экономике За интеграцию психологических исследований В экономическую науку Самые известные работы Каннемана Посвящены сложности и иррациональности человека Вместе со своим соавтором Амосом Тверски Он еще в 1970-х разработал теорию перспектив Согласно этой теории Людям в состоянии неопределенности или риска Свойственно отклоняться от самых очевидных и эффективных решений Ученые объяснили Мы часто упускаем выгоду и не идем на риск Потому что опасаемся ухудшить свое положение Из-за того, что потери, как правило, воспринимаются гораздо эмоциональнее, чем приобретение Сегодня многим из нас прямо как в теории перспектив Приходится действовать в состоянии неопределенности Разобраться с тревогой, апатией, подавленностью, отсутствием мотивации и другими проблемами Может помочь профессиональный психолог А найти его можно через сервис Профи Профи – это онлайн-сервис для поиска специалистов в разных областях Если вам нужен психолог, на Профи – большая база проверенных специалистов с подтвержденным образованием и опытом Для Профи важно, чтобы все клиенты нашли на сервисе профессиональную помощь Поэтому все психологи подтверждают квалификацию Их образование и опыт должны соответствовать определенным требованиям От 100 часов индивидуального приема клиентов От 50 часов личной терапии И от 40 часов супервизии Чтобы подобрать оптимального именно для вас терапевта Необходимо заполнить подробную анкету И указать там, что именно вас беспокоит И на чем вы хотели бы подробно сосредоточиться в общении с психологом Анкету можно заполнить как на сайте, так и в мобильном приложении Профи Кстати, можно выбрать как одиночные, так и парные сессии И заниматься как онлайн, так и лично Цена сессии тоже определяется заранее Вы сами указываете, какая сумма была бы для вас комфортна И после этого вам показываются анкеты психологов Соответствующих выбранному ценовому диапазону Если вам нужно найти профессионального психолога Скачиваем приложение Профи по ссылке в описании И выбираем специалиста под свой запрос Я прошла, его увели в автозак И самое удивительное, вот говоря вообще о нереалистичности происходящего В подтверждении этого всего Почему-то ходили полицейские, которые забирали всех подряд И абсолютно игнорировали меня Причем, ну, меня сложно не заметить Это как в светских кругах Когда время от времени начинаются вот эти игры Когда ты спрашиваешь, почему ты со мной не поздоровался Говорят, я тебя не заметила Ну, блин, стоит вот такая вот каланча С голосом, который все-таки не похож на всех И говорит, что тебя не заметили А тут я стою в этом желтом дождевике С огромной сумкой При этом меня абсолютно не замечали Я прошла раза три или четыре Подошли ко мне несколько людей, которые меня узнали И, кстати, на следующий день вышла какая-то небольшая статья В германской, в немецкой прессе Где опубликовали мою фотографию И написали Трансгендерная женщина вышла одна На площадь, на митинг против войны Никто не поддерживал Это абсолютно неправда Было много митингующих Трансгендерная женщина А при чем тут это вообще? А если бы это была женщина с тремя ушами Представляешь, какой вообще был бы фурор Мне кажется, фурором было бы Если бы это была женщина с тремя детьми Которая бы не побоялась выйти на площадь Вот это было бы настоящей смелостью Мне никогда непонятно Когда эту тему разыгрывают Как некую козырную карту То есть я понимаю, что это, наверное, собирает Какие-то охваты Может быть, с точки зрения немецкой прессы Это добавляло еще больше драмы И надрыва в историю того, как все притеснены в России Лично я с этим особенно в формате трансгендерности Не сталкивалась Но это моя личная история Я была на этом митинге, наверное, час-полтора Дальше я пошла в ресторан К друзьям В самом центре патриарших прудов И у меня произошел Прям такой неконтролируемый приступ гнева Я поссорилась с одними своими ближайшими друзьями Потому что мне показалось Быть может, мне показалось Что все по-прежнему сидели Распивали шампанское Ели устрицы И, в принципе, делали вид, что ничего Как таковой не происходит И один из моих друзей мне сказал Ну вот куда ты лезешь? И это, конечно, для меня было Ну таким, я не знаю Ушатым маслом в огонь Что значит, куда ты лезешь? Мало кто из нас На сегодняшний день Пришел к тому Чтобы принять и осознать Коллективную ответственность Ты считаешь, что она существует? Абсолютно И я считаю, что Я могу назвать Ну, огромное количество людей Которые, быть может, не из-за злого умысла Но виноваты в происходящем И я в том числе Мы знаем огромное количество Порядочных в целом людей Которых мы любим, уважаем Которые говорили как мантру Вот Я над схваткой Я не интересуюсь политикой Я одна из тех многих Кто говорил Я вообще Ничего не хочу знать А кто-то, мне кажется, пытался Себя оправдать Или обезвиноватить тем, что говорил Но мы в этом ничего не понимаем Но я хочу Если не понимать Я хочу иметь право на голос И говорить, что мне что-то не нравится И сегодня мы пожинаем плоды Вот этого всего происходящего Над какой схваткой Мы просто над пропастью сейчас находимся Я искренне считаю Что каждый из нас Виноват в происходящем Я была в состоянии Полнейшего недоумения И ступора И даже гнева От того, что я заметила Что люди по-настоящему делают вид Что ничего не происходит И вот это Вызывает во мне абсолютно Не негодование Я смирилась А недоумение Неужели они не понимают Что нет такого Пятновыводителя Для души Кто-то скажет Ну ты не понимаешь Там такая ответственность За спину этого человека И он не может Взять на себя Вот эту честность И смелость Назвать войну войной Сказать, что то, что происходит Не должно происходить Что это смутные времена Что это кровопролитие Я не понимаю Неужели они готовы Врать себе Ведь это навсегда То есть ты По сути Как добровольно Ставишь себе клеймо Я убеждена Что все эти люди Которые ответственны За происходящее Я уверена Что они будут сидеть На скамье подсудимых Когда? Я очень надеюсь Что я доживу до этого Я даже могу рассказать Про свою мечту Она может быть Прозвучит крипово Я изначально Переводчик-синхронист И моя главная мечта Это Работать Синхронным переводчиком На процессе Который я уверена будет Считаю, что это было бы Ну наверное Самой благородной Миссией в моей жизни Если я знаю, что Нужно бояться Своих мечтаний В моем случае Уж они точно Все имеют тенденцию Сбываться Так что Поверьте Если меня одобрят Я не откажусь От этой миссии Стыдные вопросы Про трансгендеров Это такая рубрика Ты трансгендер Или ты Женщина Абсолютная женщина Но в анамнезе Трансгендер Наверное Это сложно было бы Отредо Трансгендерная женщина Трансгендерная женщина Но Тот самый Пытливый филолог Во мне Сейчас полностью потерялся А я не знаю Как правильно А что это значит Ну вот я женщина И женщина Да и Юра И де факто А вот когда это все Там подписывают Ну надо Проконсультироваться У специалистов Но Что касается Моих отношений С администрацией Ну женщина А что касается Твоих отношений С партнерами Вот это Сложная кстати История Потому что У меня на нее Нет ответа До сих пор Есть Люди Несмотря на мою интуицию Которые появляются В моей жизни В том числе Это и романтические Какие-то отношения И я понимаю Что все идет К самому страшному Что должно случиться Между взрослыми людьми И одновременно Люди со мной Не обсуждают Вот этот аспект Моей жизни А я никогда Не понимаю Я не могу Разграничить Является ли это Их деликатностью Скажем так Или страхом Страхом Или Откровенным Непониманием Причем Ты и я Сейчас Зная Мой там Анамнез И Мое прошлое Скажут Ну как Так невозможно Что человек Не понимает Клянусь Есть люди Которые Не понимают И я вот думаю В какой момент Говорить Стоит ли говорить Ну в моем случае Я всегда считаю Что стоит Потому что Это как будто Ты одурачиваешь Кого-то Ну ты можешь Заниматься любовью С мужчиной Конечно Прогресс Дошел до такой Вообще Точки Невероятной Что Практически Невозможно Отличить От Обычной Скажем так Биологической То есть ты сейчас Устроена Так как устроена Обычная женщина Абсолютно Ну Кстати С некоторыми Плюсами Я не испытываю Дискомфорт От Месячных К примеру Потому что Большой шаг вперед Большой шаг вперед Но я кстати Не знаю В какой-то момент Я даже думала Может быть Это было бы Прекрасно Такое чудесное Свершение Что у тебя Могут быть Месячные Но Нужно ли это Для того Чтобы осознать Что ты женщина Мне кажется Вообще А оргазм Оргазм Ну Мне наверное Сложно будет сказать Я никогда Его не испытывала Как женщина Биологическая Но все Что я могу Представить В силу Своего размаха Фантазии На что похож Оргазм Да Безусловно Классно Что ты Кстати Вот тут Уникальный случай С кем я могу С легкостью Об этом говорить Потому что Я никогда Не боялась Этих вопросов Но они В любой момент Там знаешь Миллиметр влево Миллиметр вправо Могут уйти В скабрезность Ну да А тут я говорю Совершенно Знаете Как хирург Во-первых Вся вот эта вот Система Вагинопластики Она существует Долгие десятилетия Причем Уже Я вот Делала операцию По вагинопластике В 2000 году И уже тогда Была техника По Я не знаю Не понимаю Как по-русски сказать Сенсибл Чувствительный Да Чувствительный клитор То есть Тебе Полностью Реконструируют Клитор Который Испытывает Вот Всякие там Услады И вообще Чудеса Чудеса в решите Класс Кадык Кадык Самая сложная Как Это не странная Операция Потому что То есть это тоже Хирургическое Вышательство Да Да Конечно И кстати говоря Это то что Выдает Как в руки Выдает возраст Кадык В принципе Выдает Твою Биологическую Принадлежность К мужскому роду Самая правда Сложная Одновременно Не получившая Прогресса Операция Потому что Но там кроме Как стачивать Вот этот вот Холмик Больше ничего А тебе делали? Да Мне делали А почему Это было важно? Вообще Я всегда Думаю о том Что Решиться На переход Требует Огромных Сил И смелости В первую очередь В силу Того Что этот Переход Конечно Не происходит За один день Когда Ты Наконец Решаешь А кто-то И не решает А всегда Знал Как я Например Я всегда знала Что я Женщина Но когда Ты все-таки Понимаешь Что этот Переход Неминуем Хочется Чтобы он Произошел Вот Сиюсекундно Процесс Вот этого Становления Женщиной Не в голове А физически Он конечно Самый Наверное Ну такой Растерзательный Что ли Потому что Ты вынужден Выходить Вот в этом Образе Не мужчины Не женщины Когда У тебя Условно Уже Отросли Волосы Или Женские Черты Лица Но при этом У тебя Сохраняется Волосистость Прости Господи Какие-нибудь Как мы Сами С усами Да мы Видим Вот Понимаешь Хочется Ведь Социум В принципе Он же Жестокий В силу Наверное Любопытства То есть Люди Ничего Не Не Изменилось Вообще С Вот Этих Средневековья Когда Были Ярмарки Уродцев И вот Конечно Когда Ты Видишь Даже Я Себя Ловлю На мысли Чего Уш Лукавить Когда Ты Видишь Человека И ты Что-то Выделяешь В нем Что-то Не Не Можешь Идентифицировать Автоматически Ты Начинаешь Его Рассматривать А в этот Момент Человек Который Проходит Этап Перехода Ну конечно Он Дико Чувствителен И Наверное Каждый Взгляд Ты думаешь Он посмотрел На меня Не потому Что у меня Там Невероятные Ноги Не потому Что у меня Красивая Обувь А вот Он посмотрел Потому Что он Где-то Что-то Увидел Что выдают Меня В моей Истории Вот С Неправильным Гендерным Рождением Одна из Главных Улиц Тель-Авива Бульвар Ротшильда Названа В честь Французского Филантропа В свое время Много Сделавшего Для еврейских Поселенцев В Палестине Барон Эдмон Де Ротшильд Из знаменитой Французской Династии Банкиров А страсть К благотворительности Он перенял У своей матери Бетти Соломон Фон Ротшильд Она открывала Во Франции Приюты И больницы Много Помогала Больным Туберкулезом А еще Была Большая Красавица Вот как Она Выглядела Автор Этого Портрета Живописец Доминик Энгер Глубокий Вырез Спущенные Рукава Пышные Юбки Украшения В виде Бантов И цветов Словом Платье Бетти Соответствует Всем рекомендациям Модных Журналов Тех лет А про цвет Платья Есть вообще Отдельная Легенда Поговаривали Что Энгер Который Вообще-то Не очень Любил писать Портреты Перекрасил Платье Из голубого В розовый Не посоветовавшись Заказчице В ответ На возмущение Бетти И требование Вернуть Платье Изначальный Цвет Он ответил Вообще-то Я пишу Для себя А не для вас Чем изменять Что-то Я лучше Оставлю Портрет Себе Кстати Заметно Что кружева На платье Так и остались Голубоватыми Хотя возможно Они такими И были По моде Того времени Делать цветные Кружева Бетти Ротшильд Могла позволить Себе Заказывать Дорогие Наряды И украшения У лучших Мастеров А сегодня Для того Чтобы выглядеть Стильно Совсем Не обязательно Тратить Много Денег Один Из способов Регулярно Выполнять Свой гардероб Не переплачивая Присоединиться К клубу Распродаж Чикирики Чикирики Работает Как закрытое Сообщество Вы регистрируетесь Входите В свой аккаунт И тут же Получаете Предложения От брендов Одежды Украшений Косметики И товаров Для дома Абсолютно Все товары В Чикирики Продаются Со скидками Которые Всегда Выше Скидок На те же Товары А затем Витрина Полностью Обновляется И появляются Новые Предложения Ледда В приложении Подстраивается Под ваши Запросы И показывает То, что Вам может Понравиться А если Вы гарантированно Хотите получать Самые Большие Скидки То можно Оформить Подписку Она Обойдется В 249 Рублей В месяц Но Предложение Для подписчиков Настолько Выгоднее Что Она Отобьется Даже Если Вы В месяц Совершите Всего Одну Покупку Переходим Тебе Нужно Ходить К мамологу Мне Нужно Ходить К мамологу Несмотря На то Что Ну Чего Уж Тут Лука Ведь Молочной Железы У меня Нет Но В силу Того Что Хоть И не Арбузными Грудями Но Наградила Меня Не природа Мне Нужно Конечно Следить За тем Чтобы Не было Никаких Новообразований Сейчас Мы Перейдем В Категорию Юмор За 30 А я В какой-то Момент Вот Каноны Красоты Они же Меняются И я Где-то В двухтысячных Хотела Такие Вот Статные Вихревые Многообещающие Груди Которые Я заполучила Но Вы же понимаете Мечты Они всегда Сбываются Потом Я решила Что это Больше Не я И худоба Мне К лицу И я Нашла А ты весила 101 килограмм Да Я весила Какой-то момент Да Много килограмм Кстати Абсолютная Правда Мало Кто Может В это И хочет В это Воверить Но Было И такое В моей жизни Вообще Такое ощущение Что у меня Жизнь Несколько Жизн Да И больше Века Длится День Настолько Я не задумываюсь Это важный Момент О каких-то Деталях Более специфических Моей природы Поскольку Для меня Это Такая Данность Что я Женщина Что когда Я Делала Вторую Операцию Делала Я ее Кстати В Москве По протекции Одной Моей приятельницы И я Даже Не подумала Что мне Нужно Как-то Там Предостеречь Хирурга И вот Он Лежу Я там Бездыханная На этом Вот Хирургическом Операционном Столе И он Вскрывает Меня И не Находит Самого Главного Молочных Желез Он Звонит В припадке Отчаяния Моей приятельницы И говорит А что Происходит У нее Нет молочных Желез Она Сказала Ну вы знаете Наверное Она должна Вам Ты специально Голос Делала Ты заработала На тебе Голос Вообще Отдельная История Есть два Разных Направления В медицине То есть Это либо Фониаторы Которые Просто тебя Переучивают Есть еще Можно сделать Операции Причем В основном Это медики Которые Занимаются Голосовыми Связками Великих Певцов Я Ходила К профессору Потрясающему Который Занимается Связками Селиндион Он изобрел Технику Операции На голосовых Связках Которые Изначально Были Он применял Их К женщинам Фигуристкам Из Восточной Германии Которые В силу Того Что очень часто Они были Под воздействием Гормональных Мужских Препаратов Для достижения Вот этих Невероятных Результатов Они Заканчивали Карьеру И в 40 лет Вдруг начинали Говорить Такими басами Что Мама не горюй Вот И ты можешь Повысить Тональности Голоса Потому что Просто Чем шире Толще Связка Тем у тебя Ниже Голос Я говорю Честно Я Дважды Пыталась Это сделать Пойти на Такую Операцию Но я В целом Перфекционист Вот когда ты Думаешь Так А что же Еще Выдает А что же Еще Выдает Тебе А это Бес Когда что-то Выдает Сейчас Сейчас уже Нет Слушайте Я вот Честно Наверное Это прозвучит Самонадеянно Но я считаю Что я Охуенная Блядь И не важно Там Чего И когда Выдают Два Три года Назад Мы бы Встретились Даже Вот эти Вот Вопросы Твои Наверное Я бы Вежливости Ради На них Бы Стала Отвечать Но внутри Бы Все Горело Кипело Сейчас Я не знаю Кто Хочет Найти Что-то Во мне Подозрительного Но найдут Меня вообще Ничего Не смущает Руки Я отрезать Себе Не могу Кстати Ненавидела Всю жизнь Свои руки А что Не так Не знаю А потом У меня У меня же Потрясающе Опять-таки И друзья Иногда Влюбленные В меня Субстанции Которые Говорят Что Субстанции Мужчины Наверное Мужчины Нет Вот кстати В меня Очень много Влюбляется Женщин Да Кстати Мои самые Такие Кинематографические Романы Это точно Женщины Но Женщинам Я К сожалению Не могу Ответить Взаимностью Мало того Но вот Женщины Которые В меня Влюблялись Они Всегда Имели Некую склонность К маниакальности К некой Обсессивности Мною А я Вот В последнее Время Так дорожу Своей гармонией Что все Что касается Маньячества Нет Мужчины Они же попроще Они такие Немного Квадратно Гнездовые Вот они Влюбляются И ходят Хвостиком Единственный Известный Роман Про который Ты рассказывала Это был Роман С Николя С тем парнем Который ждал Тебя после операции И с которым У вас была любовь До операции И не было никаких Интимных отношений Абсолютно Это все закончилось 20 лет тому назад Давай Сейчас я блесну Тем Чем нужно хвастаться В особенности Русским женщинам Это был не парень Это был мой муж Официальный муж Лет 16 назад Закончилось С тех пор У тебя были Такие серьезные отношения Чтобы они доходили До замужества Одна была история Но Тоже во Франции Которая закончилась Кстати По моей инициативе Но О чем я не сожалею В последние Сколько там 5-6 лет Появилась эта тенденция Милф Это что такое? Ну по-английски Это называется Mother I like to fuck Но Милф Это Молодые люди Которые влюбляются Или считают Абсолютно вожделенными Женщин Значительно Старше Своего возраста То есть Мам Своих лучших друзей И я Совершенно Неосознанно Попала в эту категорию Да Романы бывают Но Я думаю Что это никак Не связано С трансгендерностью Я просто думаю Что Ну Со мной сложно Интересно Но сложно Это должен быть Очень Самодостаточный Мужчина Который Будет воспринимать Меня Вот как Какую-то Интересную Партнера Интересную Тоже Субстанцию В какой момент Ты принимаешь Решение Уехать? А тут же Вообще Такая интересная История У кого В какой момент Произошло Осознание Серьезности А самое главное Трагичности Происходящего У меня Наверное В моем окружении Спустя Два Три Ну может быть Неделю И первая Тенденция Которая образовалась Ну во всяком случае В моих кругах Это срочно Чемоданы Вокзалы Но по собственному Желанию Бежим Спасаемся Как можем И вокруг меня Все мои друзья Которые Я как понимаю Были Ну мотивированы Как раз Заботой Обо мне Они мне говорили Наташа Срочно уезжай Срочно уезжай И я сказала Почему я куда-то Должна Вообще Уезжать С какой стати Мне здесь Искренне Хорошо Наверное Тут я абсолютно Не прагматичный Человек Я же абсолютно Такая в целом Именно чеховская Раневская У меня Это все История Когда проходит Этот вот Бедный Моряк Который просит У нее Милостыни В саду И она говорит Серебра нет Держите Золотой Вот это Про меня Но тут По каким-то Необъяснимым Причинам Я говорю Так А куда Вы бежите И есть ли У вас план Я для себя Приняла решение Что Говорить И действовать Против войны И говорить О войне Важно И нужно Находясь В эпицентре Страны Которая Развязала Этот террор Лично для меня Для моего Внутреннего Ощущения Это убедительнее Это Правдивее Хоть Наверное Это как-то Самонадеянно Звучит По тем реакциям Которые я получала Например От жителей Страны В которой убивают Людей Мирных жителей Для них Мое Немолчание Было Как это ни странно Прозвучит Более ценным Чем Тех Кто говорил Это Находясь За границей Для многих Наверное Остаться В России И в Москве Это будто Быть Причастным К происходящему Кто-то Боится Быть В прямом смысле Забрызганным Кровью Того Безумия Которое Сейчас Творит Режим Ну вот Я для себя Выбрала Миссию Что Я хочу Говорить Находясь В Москве Я никуда Не уезжала Ни в какой Париж Я правда Не понимаю С какой Стать Если у меня Сосед По площадке Конченный Упырь Я должна Съезжать Из своей Облюбованной Мною Квартиры Не хочу Я И вот Тут Мы подходим К вопросу На который У меня Абсолютно Нет ответа Может быть Я его Сегодня получу Я Я искренне Я Я Не уехала выступает в роли моего ангела-хранителя. Я думаю, что из продолжения. Конечно, ее зовут Ксения. И она находится вот здесь. Она собиралась ехать в Алматы. И она мне сказала, а поехали со мной в Алматы? И ты повидаешься с мамой. Ну и, конечно, это был такой вот прием, против которого не было никаких противоядий. И я сказала, да, поехали. Мы поехали на три дня. Алматы нас встретил невероятно, потому что это правда Алматы, город удивительный. Я не знаю, если ты была там. Но есть в нем какое-то ощущение такого благополучия, какого-то спокойствия и стабильности. И Ксюша сказала, слушай, будто бы воздух, присутствие мамы твоей, они так влияют на тебя, что мне кажется, тебе нужно здесь остаться на какое-то время. И я осталась. Я осталась на два месяца, но это точно был не побег из России. И да, я, ну скажу честно, на два месяца выбрала любовь дочери к маме. Я осталась, потому что вообще не понимаю, почему я должна стесняться плакать. Как не случайно ты оказалась в Алматы, и это получилось последнее ваше продуктивное с ней время. Да, я абсолютно не понимаю, как такое возможно. Я провела два месяца в Алматы, и я привезла маму сюда. Мама ушла абсолютно скоропостижно, и самое главное, неожиданно. То есть это не была долгая болезнь? Это не была долгая болезнь. Многие из моих приятелей мне говорят сегодня, обнимая меня, говорят, какая же ты молодец, вот ты привезла маму сюда, чтобы скрасить ее последние дни. Это абсолютно не так. Я везла маму просто потому, что я не хотела с ней расставаться. И я везла ее сюда 12 июля в Москву, потому что 16 у меня был день рождения, и я хотела, чтобы она была вместе со мной. Она обожала Москву. Кстати, она ну, одна из первых, наверное, в течение получаса, кто мне позвонил, когда узнала о том, что началась война, и которая, с которой мы были относительно происходящего, ну, в такой абсолютный унисон. И я привезла в Москву маму, и мы просто планировали провести прекрасное время мамы с дочкой. И в начале августа мама пожаловалась на то, что у нее воспаленный лимфоузел под мышкой. Мы поехали к онкологу, который нам сказал, что он, конечно, не имеет права до биопсии ставить никаких диагнозов, но мне он сказал абсолютно искренне, что, Наташа, я думаю, что мама наш пациент. Мама, конечно, для меня, если бы можно было взять человека в палату мер и весов жизнелюбия, оптимизма и не боязни, это, конечно, моя мама. Она сказала, что я ничего не боюсь, я рядом с тобой. И это как раз про поддержку. Когда ты остаешься один, вот когда мы говорили о том, что мне не страшно было бы получить сапогом по лицу, если бы я знала, что вокруг есть люди, которые, пусть они не остановят этих злодеев, но они хотя бы пытаются это сделать, мне было бы уже не так страшно. И вот мама, она чувствовала эту поддержку, и мы были уверены, что все пройдет, все пройдет. И мы ждали дополнительных анализов, но вот, к сожалению, спустя три недели, после того, как мы получили первый анализ, который подозревал рак молочной железы, мы получили подтверждение, что у мамы лимфома. Мамина болезнь развивалась стремительно? Мы диагностировали рак молочной железы 9 августа, и дальше, правда, я начала замечать, как человек угасает. Я никогда не понимала людей, которые говорят, но они были готовы к его или ее уходу. Ну, невозможно подготовиться, ну, невозможно. Вообще, при всем при том, что я не понимаю, что такое, вот, если ты мне скажешь, вот есть такое понятие знак бесконечность, я не понимаю, что такое бесконечность, ну, вот, когда говорят, вселенная бесконечна, ну, как, ну, должен быть какой-то конец там, а вот в отношении мамы, мама была исключением, я всегда считала, что мама бесконечна. Если бы мне кто-то гипотетически сказал, даже с целью выдавить из меня слезу, представь, что мамы не будет, это было бы, как в мультфильме про медвежонка и ежика, если тебя нет и меня нет, а как это тебя нет, то есть я абсолютно была убеждена, что мама будет всегда. И когда мама стала уходить, ну, я точно не чувствовала и не готовилась к этому уходу, и вдруг начинаются какие-то звоночки, когда, к примеру, человек ну, абсолютно за несколько дней становится неспособным обслуживать себя в быту, к примеру. И давайте говорить на чистоту. Болезнь, она редко сопряжена с каким-то эстетизмом, она редко красивая. Очень важно, чтобы уход проходил в условиях, которые позволяют не потерять человеческое достоинство. Мне кажется, это, ну, наверное, самое большое счастье. Я помню, как мама, ну, у нее появились проблемы с исправлением нужд, и мне кажется, самым для нее тяжелым и для нее, и для меня это было решение купить подгузники. То есть, когда ты говоришь, озвучиваешь, я пойду и куплю тебе памперсы, это означает, что ты переходишь в некий рубикон, что человек, ну, не только обретает некую зависимость от тебя, он уже не так автономен. И вот здесь важно, чтобы с тобой был человек, который может тебя сопроводить вот в этих переходах из стадии в стадию зависимости и неавтономности, ну, наиболее достойно, что ли. Вот мне, например, повезло, я иногда думаю, что мой черный юмор спасает меня, конечно, во всех ипостасях. Я разговаривала с одной подругой своей и начинаю рассказывать вот тоже очень важная тема про финансовый достаток и болезнь. Это очень взаимосвязано. Хорошие памперсы, это стоит денег, как выяснилось. Это стоит серьезных денег. Десять нормальных памперсов производства не Иванова, а вот вражеских стран стоит примерно две тысячи рублей. я рассказывала об этом моей подруге, которая знает, что у меня есть некие непроработанные такие вот моменты, мне очень сложно принимать помощь, я не умею просить. И я начинаю рассказывать этой подруге о том, что каково же людям, у которых нет такой возможности. И в этот же вечер она мне пишет «Пупсик, ты спишь?» 11 вечера, я говорю «Нет». Она говорит «Умоляю, полчаса не спи, только умоляю, не смейся». Я говорю «Что же происходит?» Приезжает ко мне курьер и привозит какую-то охапку, по-моему, 20 упаковок памперсов и открытка. «Наташа, желаю вам с мамой писаться только от счастья». И я думаю, ну вот, блин, это ли не то самое счастье, от которого хочется описаться, ну или как минимум заплакать, когда тебя окружают такие люди. И вот мама, когда она уходила, это так удивительно, как человек, который закрывается, увидев, что вот этот вот переход или некая зависимость, а для мам, наверное, это неправильно. Даже если твоему ребенку переростку 48, как мне, а маме 82, она все равно считает, что по градации какой-то иерархии мама занимается ребенком. И вот когда она поняла, что сейчас настал мой черед ее оберегать и заботиться о ней, она с такой легкостью отдалась в мои руки, мы как будто поменялись местами и ролями. И я вот помню, что даже эту смену памперсов я как-то даже не обыгрывала, я ее воплощала в жизнь как нечто само собой разумеющееся. Купила какие-то ей пеленки, говорила, что там вот на момент этого смены памперсов должно как-то все дышать и вообще у нас планов громадье. Очень важно, я всегда ставила цветы рядом с кроватью, очень важно, чтобы была красивая посуда, музыка. Мама дома умерла? Мама умерла не дома, и даже вот об этом я очень много думаю, потому что мама умерла за 24 часа. Мама очень хорошо знала, что все, что касается смерти, это для меня вот настолько непреодолимой фобией было до последнего дня, что мы поехали, мама стала сильно кашлять, мы поехали на МРТ, и в этот же день ей стало нехорошо, ее увезли в Балмонскую больницу, я приехала к ней на следующий день, ее госпитализировали, я передала ей вещи, и передала ей телефон, она была в свой 81 год абсолютно зависимой от всяких гаджетов, прекрасно она разбиралась в этом во всем, я ей передала iPad и телефон, мы поговорили с ней, и она, я отправила ее еще, поскольку мы уже знали, что у нее диагноз лимфома, мы тут же нашли прекрасного, по-моему, это, если правильно, кто-то меня может поправить, гематолог, который уже был готов заняться лечением мамы, и там терапией, химией, иммунотерапией, и я ей написала открытку, мне за день до этого один из подписчиков оставил удивительную коллекцию открыток, я никогда, я даже не знаю, где этот раритет был куплен, открытки с не вошедшими в фильм кадрами Тарковского жертвоприношения, и там был абсолютно трогательный кадр, такой русский лес, и я написала маме, что мы все преодолеем, и что главное, ты не бойся, и я отправила, ну, все это передала маме, мы поговорили в 4 часа вечера, а потом, я вот первые две ночи, когда я была без мамы, я поняла, у меня не было ни секунды вообще ощущения тягостности или усталости от больного человека, я даже говорила, господи, ты дала мне некую новую цель в жизни, я просыпаюсь утром, и я не разглагольствую по телефону, я там не пытаюсь сделать какую-то маску, у меня прекрасно разработанный день, помыть тебя, приготовить кашу и заставить под конец, она уже практически не ела, заставить тебя хотя бы сделать вид, что ты позавтракала, вот, я прилегла, потому что я поняла, что я устала, и я проснулась в очень тревожном состоянии в районе часа ночи, и я увидела пропущенный звонок из больницы, и, ну, я все поняла, потому что пропущенный звонок был в 0.20, но вряд ли кто-то тебе при всей человечности работников больницы Бауманской будет звонить в такое время, и я перезвонила, но никто не отвечал, а в 7 утра позвонила мамина лечащий врач и сказала, примите мои соболезнования, и я поехала в больницу, и вот про эти смены ролями лечащий врач меня обняла, и вдруг расплакалась, и я сказала, Татьяна Александровна, а Татьяна Александровна, чтобы вы понимали, годится мне в дочке, мне кажется, она вот только-только выпускница какого-нибудь медицинского вуза, и я сказала, Татьяна Александровна, дорогая, мне кажется, у меня для вас плохие новости, вы выбрали не ту профессию, вы не можете плакать, она мне сказала, не каждый день попадаются такие пациенты, и она сказала мне, если вас это как-то может успокоить, мама ушла абсолютно по-королевски, она поужинала сама, и она ушла, и, кстати, говоря, и не принятие зависимости от кого-то, Татьяна Александровна мне сказала, она бесконечно извинялась, когда просила воду, и говорила, обычно я сама могу взять, и возвращаясь к тому, что мама настолько во всем была деликатна и сделала мне подарок, поскольку мы начали наш разговор, умерла ли она дома, она не могла себе представить умереть дома, потому что она понимала, насколько это для меня было бы испытанием, и я помню, что за три дня до ее ухода я пришла домой, я очень мало плакала, кстати, вот вы не поверите, я тут уже у вас дважды пустила слезу, а при маме не плакала, и тут я просто легла рядом с ней, и я прям вылубила уголь, и я сказала, что мне страшно, и она в ответ мне стала меня обнимать и сказала, я очень переживаю, что я доставляю тебе столько неудобств, что ты должна продолжать жить, ты должна выходи почаще, не оставайся рядом, я справлюсь, если что-то понадобится, я позвоню тебе или напишу, и я сказала, ну разве ты не понимаешь, я ведь боюсь не этого, я готова на любые условия, даже если ты навсегда будешь обездвижена, но будь рядом со мной, я хочу, чтобы ты была со мной, и она сказала, что я всегда буду с тобой, и вот она ушла, как сказала Татьяна Александровна, что она устала, она не устала, она скорее всего решила мне сделать последний подарок материнской любви, такой вот абсолютно безусловной, бесконечной, она хотела, чтобы вот эти три с половиной месяца, которые у нас были, они оказались вот такими, без какого-то размазывающего, страшного, некрасивого аккорда. Я сейчас скажу удивительную вещь, помимо всего прочего, своим уходом мама лишила меня фобии смерти, а странно, мы никогда не говорили о смерти с мамой, потому что лично для меня это была тема табу, для мамы, наверное, нет, потому что, как выяснилось, она не боялась ухода, она скорее боялась моей реакции на свой уход. Когда-то, много лет назад, мама очень много бывала в Париже, вообще последние 20 лет она жила между Алматы и Парижем три месяца, в Алматы три месяца у меня, ее такой пассионарной частью были походы по кладбищам, причем, я думаю, все, кто был в том же Париже, знают, что кладбища, они такие больше музейные какие-то территории, и в какой-то момент она, в отличие от меня, была на кладбище, где похоронены большинство великих русских эмигрантов Сен-Женевьев-Дюбуа, она обожала могилу Нуреева там, и я ей сказала, мамонька милая, но мне кажется, в тот момент я даже не осознавала, я сказала ей, а ты будешь не против, если когда ты уйдешь, чтобы я все-таки похоронила тебя в Париже на каком-нибудь прекрасном кладбище, она сказала, я буду только за, и поэтому мы прощались с мамой в Москве, и тоже про истории закрючкованности и не случайности в жизни и в судьбах людей, мама уходит в Москве, если бы она ушла в Казахстане, в Казахстане запрещена кремация, то есть я совершенно не понимаю, я, конечно, бы смогла исполнить и свое желание, и последнюю волю мамы, но это было бы каким-то дополнительным хаосом в моей жизни, она, ее кремировали здесь, и вот когда я ждала этой церемонии прощания, я очень долго думала, а смогу ли я приблизиться к гробу, и смогу ли я взглянуть на бездыханное тело, я просто, правда, в жизни своей не видела мертвого человека, это я понимаю, сейчас говорить об этом на фоне того, что происходит вообще сложно, и вот я не была на охранах своего отца, я не то, что большая посетительница мест захоронений, а когда я пришла вот в зал прощаний, который, кстати, был совсем неподалеку от парка культуры, который мама обожала, вообще было так легко, она была настолько светлой, и мне там еще помнится, вот эти работники церемониальных услуг сказали, что мы вам подготовим музыку, я сказала, ну уж нет, за это я отвечаю сама, там для начала был у Рахманинов второй концерт для фортепиано с оркестром в исполнении Святослава Рихтера, а дальше у меня была Алла Борисовна Пугачева, которая абсолютно великая певица и великий человек, я обожаю ее песню «Все, что было без тебя», потом была мамина любимая песня «Валентина Толкуновой, поговори со мной, мама», и мама уходила под композицию нашего мамы, земляка Марата Насырова «Я это ты, ты, это я», и удивительным образом, вот я сейчас говорю, и даже высохли слезы, и мне кажется, вот как-то просветляется лицо, я не думала, что я смогу такое сказать, будто бы мама своим уходом закрыла во мне какую-то брешь, вот была такая вот обшивочка пробитая, а мама бах, и вот несколькими стишками ее подлатала, как будто бы она захлопнула, закрыла ту дверь в комнату, в которой хранились все страхи, а я всегда чувствовала за нее ответственность, а вот с ее уходом я не потеряла эту ответственность, но как будто она перешла на какой-то другой уровень, она такая ответственность не в слепую, не в потемках, а как будто я знаю, даже если у меня нет плана или карты местности, я знаю, куда идти, потому что ну вот мама откуда-то оттуда за мною бдит, помогает мне. Ты веришь в жизнь после смерти? Да, вот я поверила, наверное, с первого сентября относительно жизни после смерти, я волновалась перед тем, как прийти к тебе, и я волновалась, не могла заснуть, и так странно, я чувствовала, как будто бы прикосновение мамы, она знала, что я очень люблю, когда она меня убаюкивает, и вот как будто я чувствовала, что она рядом, вот в опровержении моей, моего непонимания теории бесконечности, бесконечные люди, но любовь уж точно бесконечна. Ты сейчас не влюблена? Я всегда влюблена, ты знаешь, ты сейчас сказал, как Рената Литвинова. Вот, кстати, это интересная штука, я хочу об этом поговорить, когда говорят про схожесть с Ренатой, для меня очень тут важный момент, я обычно это никак не комментирую, ну, во-первых, я считаю, что это не самый плохой комплимент, давай говорить на вторых вы много времени провели вместе. Именно, то есть, все-таки мимикрию никто не отменял, а когда люди проводят так много времени и постоянно вместе, то, естественно, какие-то начинают возникать похожести, но ведь тут история такая, какая-то недоказуемой первичности. Ренату все знают много лет, меня узнали только последние, наверное, два-два с половиной года. Здесь в России в смысле? Ну да, в России, а при этом во Франции никто не знает Ренату, ну, до последнего времени, это точно. И тут очень сложно сказать, кто у кого что перенял и кто под кого мимикрировал. То есть, понимаешь, я всю жизнь настолько стеснялась своих рук, что я постоянно их прятала и за счет этого я постоянно их вот так вот сжимаю. Я же не буду к каждому подходить и говорить, а вы знаете, а вот этот жест был мой до Ренаты. Ну, это было бы странно, но важно сказать, что, конечно, люди, которые очарованы друг другом, которые проводят очень много времени, они иногда начинают быть похожими друг на друга. Вы с Ренатой Литвиновой продружили сколько лет? Долго. 2008 мы познакомились в Париже в одной парижской галерее, но это было такое краткосрочное знакомство, где мы обменялись номерами телефонов, и мне Рената предложила пойти завтракать, и я сказала, да-да, я никуда не пришла, ни на какой завтрак, я улетела к маме в Алматы, а потом мы встретились в 2009 году, когда я впервые уже более или менее официально прилетела в Москву на показ Париж-Москва, он был в Малом Театре, и вот там мы уже с Ренатой познакомились поближе и стали дружить. До какого года? До 31 декабря 2019-го. Я даже знаю четкую минуту расставания, да. Почему вы расстались? Я пытаюсь это сформулировать, есть звезды, но, наверное, они все грешат этим, которые не терпят значимости других и хотят играть в моноспектакль. Я понимала, что я либо остаюсь и я всегда буду такой вот тенью и, по сути, так проживать некую жизнь взаймы, восхищаться, смотреть снизу вверх, но не существовать как единица Наталья Максимова. Я этому получила доказательства, причем абсолютно недвусмысленные, и я понимала, что я должна принимать решение, либо я продолжаю эту жизнь в тени, и, ну, это, наверное, прозвучит словом таким резким в услужении, но, по сути, в услужении, в неком таком, знаешь, наперстниться без эффекта присутствия, без каких-то там вовлечений физического характера, либо я хочу жить своей жизнью, и вполне возможно, спустя год или там даже два месяца у меня не хватит смелости принять решение выбрать себя. Я произнесла один тост на 31 декабря в честь нового года, и по реакции я поняла, что надо валить. Если я не уйду отсюда сегодня, то я не уйду отсюда никогда. И я ушла в никуда абсолютно, наверное, вот один из самых смелых поступков, которые я совершала. То есть это были зависимые для тебя отношения? Это были абсолютно зависимые отношения, да. Я бы назвала это даже созависимостью. Это были абьюзивные отношения, да. И спустя два месяца я уже жила другой жизнью, а сейчас я вспоминаю об этом и даже не могу поверить, что я могла быть вот той Наташей. Ты скучаешь? Скучаю по ярким, веселым, светлым моментам, не сожалею ни о чем и очень-очень берегу то состояние, в котором я нахожусь сейчас. Никому не позволю, звучит немного воинственно, но никому не позволю его разрушить. Считаю, что в любых созависимых абьюзивных отношениях виноваты всегда оба. Но вот таких вот порывов скучания, что хочу написать и позвонить уже нет. Ну вот война, например, это был момент, когда обнулились все обиды и когда бывшие даже враги все равно как-то друг друга поддерживали. Не было ли у тебя или у Ринаты порывов друг друга написать? Нет. Смерть твоей мамы? Мне Рината написала. Написала, да. Но видишь, все-таки обиды, они же напрямую связаны с гордыней. Я человек напрочь лишенный гордыни. Я вообще не понимаю, что это такое. скорее она на тебя обижена, чем ты на нее? Да, безусловно. Она считает, что да, я предательница. Я уверена, что там огромное количество обид на меня. и какие-то из них вполне обоснованы. Это было бы странно, если бы я сейчас говорила, вы знаете, я вообще самый безупречный, кристально чистый человек. Нет. Обижена ли я на нее? Вообще нет. Но я понимаю, что дружить и даже приятельствовать больше невозможно. Потому что в какой-то момент у нас было несколько попыток примирения или хотя бы, скажем так, создания декорации невраждебности. И в какой-то момент, и для меня это было очень важно, я на предложение встретиться сказала, что ты должна понимать, что с сегодняшнего дня любые взаимоотношения между нами могут быть исключительно на равных. Это самое важное условие. А в противном случае даже светский политез невозможен. Ну, это вот моя позиция, да. И не получилось. Не получилось, но это невозможно. Но я и знала, что это невозможно. Но я попытка ведь не пытка. светская жизнь Москвы вернулась в норму, наверное, летом, да? Вот да. Я заметила это после возвращения уже с мамой в Москву и подумала, до какой степени человек существо адаптивное, привыкающее практически ко всему. я приехала и поняла, что вот сейчас все выглядит именно так, будто ничего не происходит. Вот такая вот декорация благополучия, демонстративное эрзац спокойствия, понимаешь? И самое ужасное в том, что это засасывает. Ты знаешь, я даже иногда себя ловлю на мысли, что очень легко поддаться вот этой всеобщей атмосфере игры в ничего не происхождения. Ты ходишь на светские мероприятия? Я выхожу, но прежде я хочу сказать одну вещь, опять возвращаясь к коллективной ответственности, и в первую очередь я говорю за себя, я здесь вообще не выступаю обвинителем. Это мое видение происходящего. Все те, кто делает вид, что ничего не происходит, они тем самым легитимизируют действия государства. Государство, которое смотрит на происходящее и на поведение своих граждан, которые сидят и спокойно пьют шампанское, едят. Я не говорю, что жизнь должна остановиться, но которые правда делают вид, что ничего не происходит, они будто бы дополнительно убеждаются и в собственной правоте, и в легитимности вот этих абсолютно безобразных, чудовищных, людоедских действий. Ну, потому что, блядь, нельзя в 2022 году убивать людей. И не важно, какие у вас для этого есть объяснения. Но люди вот на этих вечеринках, они хотя бы между собой об этом говорят? Я не вижу. Я знаю, что со мной в какой-то момент сократили многие общения до минимума, потому что... То есть тебя не зовут, с тобой не здороваются, если вы пересекаетесь? Ну, здороваются все-таки. У нас лицидея более чем в светском обществе, как и в любом другом обществе достаточно. здороваются, но меньше зовут, а те, кто был, скажем так, ближе по-приятельски, в какой-то момент сократили общение, потому что считали, что вот моя бесконечная вовлеченность, они интерпретировали ее как некую токсичность. Ну, что поделать? В тот момент, когда ты громко и вслух заявляешь о том, что ты против войны, у тебя есть довольно большое количество контрактов, у тебя есть какое-то количество обязательств по Инстаграму, и у тебя, в общем-то, есть план на жизнь, в который в том числе входит зарабатывание денег. Ты думаешь об этом? Я не думаю об этом ни секунды, то есть я думаю в алгоритме того, может ли это как-то повлиять, будут ли последствия от моего заявления публичного, что я против войны, вообще ни секунды не думаю, нет. А последствия были? Были, конечно. Какие? Ну, во-первых, спустя несколько дней мне позвонили из моего агентства, которое представляло меня, Google Management. Они мне сказали, что вот ты понимаешь, ты должна удалить свои посты и вообще как-то почистить свой контент, потому что, ну, потому что потому. и я сказала, что агентства приходят и уходят, а со своей совестью мне жить придется. Я сказала, что нет, ну, и меня удалили из числа тех селебрити, блогеров, которых они представляли. Ну, это, наверное, было ожидаемо. Мало того, тут вопрос не в том, что я негодую или говорю, какой кошмар, ну, слушайте, я родилась не вчера. Они могли мне сказать, Наташ, блин, ну, ты все понимаешь, мы к тебе хорошо относимся. Но вот у нас тоже есть некие обязательства, мы зависим от Газпром-медиа, ты для нас представляешь опасность. Я бы сказала, ребята, я первая после нашего разговора с главой агентства, поскольку у меня в шапке профиля стояли контакта агентства, я по собственной инициативе позвонила и сказала директору агентства, ребят, а давайте я уберу пока контакты и вообще всякие упоминания вас, как моих представителей, но дабы не ставить вас под удар. В ответ я услышала, ну, да, в принципе, ты можешь убрать все контакты, потому что мы и так меняем электронную почту на серверах, которые уже не будут работать. То есть, во-первых, я ненавижу трусость, во-вторых, я не поняла, с какой стати обесценивают мою же инициативу обезопасить этих людей. Я даже откровенно понимала в те моменты, когда я стала очень активна, я, ну, в какой-то момент даже не говорила об этом, а кричала о том, что, ну, невозможно мириться, невозможно оправдать то, что происходит, я понимала четко, что для кого-то, включая светских моих приятелей и друзей, я могу стать неудобной или даже взрывоопасной, и на это не могло бы быть обид, я понимаю это, но думала ли я о последствиях, не думала, а даже если бы и думала, поступила бы ровно так же. Российские селебрити, артисты, блогеры, ну, в общем, широкий круг людей замерли в своих соцсетях на долгое время, а потом вернулись туда с таким контентом, как будто бы ничего и не происходит. Ну, для кого-то, мне кажется, это и правда некий способ защиты, мне хочется верить, может быть, это я так неумело пытаюсь многих оправдывать, но знаешь, это как признать, что твой отпрыск последний подонок, многие говорят себе ой нет-нет и закрывают глаза, тут, ну, я надеюсь, что многие просто себя как-то берегут и делают вид, что не понимают, но мне кажется, что, безусловно, огромное количество боятся потерять заработки, стабильность, боятся репрессий, если мы говорим про вообще репрессивную машину, по сути, и ты, и я вот за сегодняшнее интервью наговорили уже на энное количество это мы узнаем после его выхода, на что мы там наговорили. да, да, понимаешь, здесь обязательно для того, чтобы привести эту репрессивную машину в действие, должен быть интересант. Вот, условно, вот сидят они, они принимают эти законы, но кто их будет реализовывать? Если Наташа Максимова кому-то, конечно, поперек горла встанет, то будут последствия, а в большинстве своем, конечно, вот это спасает. А возвращаясь к твоему вопросу блогерства или знаменитости, ну, конечно же, огромное количество все равно выбирает себя. Плюс государство, оно не брезгует ничем, я уверена, что есть люди, которые вынуждены даже поменять свою точку зрения публично в силу боязни шантажа. У многих есть дети, у многих есть ответственность, я не говорю, что это оправдание. Я не знаю, как повела бы я себя, потому что давай говорить на чистоту. Я могу отвечать только за юридический и человеческий объект в лице Наташи Максимовой. А я имею преимущество на сегодняшний день уже даже не нести ответственность физическую за маму. У меня нет детей, и что уж тут лукавить, у меня есть возможность, если уж все прям совсем полетит в тар-тарары, уехать жить во Францию. Я знаю, что у тебя готовится к выходу книжка. Да. Книжка о твоей жизни, которую вы пишете вместе с твоей подругой Кариной Добротворской. Вообще, эта история с книгой, она удивительная, потому что я познакомилась с Кариной в 2000, если мне не изменяет память, в 2012 году, когда она жила в Париже, и мы пришли к ней с Ренатой. Я не знала, кто такая Карина. Она жила в прекрасной, я до сих пор помню, квартире в 7-м районе с видом на Эфелеву башню. Ну, в силу того, что на встречу пришла с ней Рената, а я была, я привыкла уже на тот момент все-таки на каждой встрече, где должна совершенно легитимно главенствовать Рената Муратовна, не особенно обращать внимание, до этого в моей голове не возникало, что я могу вызывать у кого-то интерес. Мне спустя пару дней Рената сказала, что ты знаешь, Карина даже заинтересовалась тобой. Она сказала, что ты прекрасный объект для книги. Но сказано это было, скажем так, откровенно больше с иронией, чем давай, дерзай. И я услышала и так же легко забыла об этом. И спустя два года я прочитала, вышла книга Карины с той писем Сережи. Кто-нибудь видел мою девчонку, я подумала, господи, до какой же степени человек может быть искрен самим собой. Насколько это приятие себя и такой, в моем понимании, вызывающий восхищение похуизм на общество. Кто и что скажет. Потому что книга ведь очень откровенная. Карина для меня выдающегося интеллекта человек и человек, понимающий и могущий предсказать реакции аудитории, публики. Даже иногда порой прагматичный человек, чего уж тут, чего мне не хватает. Но она для себя определила, что она может себе позволить написать эти письма, как если бы они не предназначались для публикации. Сейчас по прошествии времени я понимаю, что это некая терапия наверное для нее была абсолютно такая необходима. Мало того, я думаю, что некоторых друзей или соратников Карина все-таки в силу этой книги потеряла. И спустя годы я встретилась с Кариной в Париже. Мы договорились пойти с ней на ужин и она мне сказала может быть мы можем вернуться к нашему многолетнему разговору о книге. Тогда я по-прежнему не воспринимала это всерьез. После случился Татлер, потом было интервью небезызвестной Ксении Анатольевне. И прошлым летом я много проводила времени в Париже, приехала Карина. Мы стали говорить, что вот было бы хорошо может быть сделать какой-нибудь сценарий или вообще ну немного облечь это в форму. Все мои байки, истории. И я сказала надо может быть поискать, поскольку я не верю в свой эпистолярный дар. Надо искать сценариста или литератора, драматурга, на что Карина на меня посмотрела очень грозно и сказала в смысле искать. А вообще-то я сказала, ну о таком я и мечтать не могла. Когда она выйдет, книжка? Мы были готовы к тому, чтобы выпустить это все в конце года. Этого? Этого. Но во-первых, Главное, чтобы получилось в конце света. Ну в конце света, ты знаешь, конец света может и сегодня вечером наступить. Ты понимаешь, никого пугать не будем, но на пороховой бочке там мы все сидим. У нас проблема в том, что никто никогда бы об этом не подумал, но как ее издавать в России? А ты попадаешь под категорию пропаганды? То есть ты что-нибудь пропагандируешь плохое? Я в этом ничего не понимаю. Вот мне кажется, я вообще очень традиционные ценности. Мне, во-первых, непонятно, когда мы говорим о пропаганде, что подразумевает под собой пропаганда. Вот я рассказываю тебе свой жизненный путь. От этого, я так подозреваю, никто из здесь присутствующих не побежит модифицировать свои гениталии. Я не понимаю, как можно что-то пропагандировать. Ты можешь надеяться на понимание, ты можешь, я не знаю, просить о принятии твоих ценностей, твоего видения мира. Ну, что такое пропаганда своей сексуальной ориентации, а уж что такое пропаганда трансгендерности. Ну, видишь, трансгендеры, это вообще непонятно, с чем это едят. Когда я соглашалась на обложку Татлера, моя главная мотивация была снять с этой темы табуированность. Ведь у нас не различают ровным счетом ничего, ни понятия травести, трансгендер. Травести, ты кто? Мне кажется, это вообще что-то из театрального мира. Транссексуал, трансвестит. Но вот я знаю, у нас, если в целом все это как раз и объединяется под каким-то практически ругательным словом трансвестит. Там что-то свистит некрасиво по консонации вот это вот. трансвестит и веститу это тот, кто переодевается. Да, да, это тот, кто переодевается. Ну, в английском есть, кстати, красивое слово кроссдрессер, вот этот вот переодевальщик. Но все сразу ждут, если даже говорят трансгендер или транссексуал, что сейчас выйдет такой вот, да простите меня, юморнейший Заза Наполи, но выйдет что-то такое чудо-юдо-рыбакит с прицепными волосами, пришивными грудями и вот это вот непонятно апофеоз вульгарности и прочего. Нет же, трансгендер это все-таки человек, совершающий гендерный переход либо от биологического гендера к тому, который он выбирает. Кстати, я всегда просто падаю ниц перед теми, кто совершает этот переход в обратную сторону. Женщины, которые становятся мужчинами, потому что если мне повезло с технологиями и вообще с прогрессом научным, то там все сложнее. Ну, представляешь, вот причинное место сделать функциональным. Мы не освещаем эту тему практически, причем во всем мире в принципе вот такая вот жуткая путаница кто есть кто. Я согласилась на обложку, потому что я посчитала, что помимо терминологии важно показать, что я обычный нормальный человек. Это часть нашей жизни и это не должно пугать и уж тем более вызывать какое-то ощущение брезгливости или там страха. Вернемся чуть к книжке. Да. Я так понимаю, что книжка будет основана на твоей жизни, которая как одно большое невероятное приключение. Да. У нее есть уже название? Названия нет. Но если я правильно понимаю, там будет история о том, что ты считаешь, что природа, производя тебя на свет с помощью твоей мамы, как будто бы ошиблась. Да. И ты потратила какое-то большое количество времени своей этой жизни на исправление ошибки природы в Бога, ты, видимо, не веришь. Я верю в Бога без порта приписки. То есть я вот не верю в эти все истории с конфессиями. Я точно знаю, что есть Бог. Он, ну, он же милосерден, он не может меня отлучить от своего покровительства. Я в это верю. У меня была удивительная история. Рената в какой-то момент почувствовала себя человеком воцерковленным и сказала, вот ты знаешь, мне кажется, что все-таки, когда ставишь вот эти вот все свечки, там, заказываешь молебны и прочее, они, в силу того, что ты, у нас женщина, некрещенная, не доходят до адресата. я говорю, давай. Покрестимся? Покрестимся. Так. Ну, естественно, подошли мы к этому делу серьезно. Покреститься, это ты не можешь, насколько выяснилось, в Москве. Завтра вот пойти и сказать, в 9 утра я хочу покреститься. Ну, там целый большой процесс там предшествует. Там, да. Большой процесс. Я сейчас буду богохульствовать. В общем, я выбрала храм. У меня есть любимый храм в Москве у Никитских ворот. Там, правда, кто уже только не венчался, но это никак не влияет на мою любовь. Это было до или после? Это было до. Так. Вот. Этот храм я выбрала. И так случилось, что у Ринаты там был знакомый вот этот духовный отец. И мы договариваемся о том, что, ну, вот давай, если уж брать бы казарь, врага или Богу вручить свои там контакты с адресом, номером квартиры и домом, то пока не передумала, идем. Нам назначают буквально неслыханно, понимаешь, через два дня вот это вот таинство крещения. Я прихожу в назначенный срок, время, вот в этот храм. Помню, это была зима или какая-то прям ранняя весна. Было холодно, но мы подготовлены с вот этой вот крестильной сорочкой, там, с крестиком, со всем. Заводят меня в эту вот отгороженную кибитку, где стоит купель. Я думаю, ну, вот-вот, сейчас я уже два шага до Бога, и я вообще Божий человек. Ну, и поскольку я все-таки имею некие понятия о морали, я же говорю так, я хочу остаться с батюшкой один на один, и говорю, батюшка, дорогой, я должна вам признаться. А он на меня смотрит, ну, может быть, он ждал, что я скажу, что я кого-то убила, там, я не знаю, или прелюбодействовала за час до нашей встречи. Я ему рассказываю о том, что я родилась мальчиком, на что он вначале вообще не понимает, наверное, он начал себя где-то там под рясой щипать и думать, с ним ли это. Я ему говорю, вот смотрите, тут я ему перешла, по-моему, я тоже вот неблагочестиво ему сказала, мужчина, так, послушайте, объясняю, доступно. Было вот так, стало вот так. Физически, да, чуть-чуть убыло. И он говорит, сейчас и куда-то уходит. А я же женщина все-таки любопытная, я там из этой кибитки спустя пять минут начинаю подсматривать и вижу, что разыгрывается сцена гонки по вертикалям по храму. То есть батюшка, за ним это сутана, ряса, он, на нем лица нет. уже холодно, я вот в этом вот во всем рубище, купель, в которую я там надеюсь, может там вода потеплее, чтобы так не мерзнуть. В конечном итоге мое терпение лопнуло, я выхожу и говорю, так чего батюшка-то, будем там это таинство производить? Он мне говорит, дочь моя, ну хорошо, хоть я там сыном там не назвал, так-то хватило. Вам нужно идти в какой-то там переулок, подавать прошение в епархию, и в зависимости от того, что они ответят, тогда вот приходите завтра. А я понимаю, что это завтра-то точно будет не завтра. Мы выходим из храма, Рината пытается, почему-то убеждена, что я этим дико оскорблена, пытается меня успокоить. Я говорю, да все нормально, я понимаю, но меня этим мало обидишь. Возникает идея, звоним кому? Свете Бондарчук. Я думала, вы сейчас подраку Кириллу позвонили, как минимум. А Света Бондарчук это такой, ну, просто тотальный синоним жизнелюбию и Свету. в целом и такой легкости бытия. Вот такое вот легкое обаяние Светы Бондарчук, которая говорит, девочки, не сдаемся, сейчас все будет. Она говорит, у меня же есть духовный отец. Так. И называет вот этого вот мужчину, батюшку, который сын Васильевой. Дмитрий Рощин. Отец Дмитрий, точно. Мы идем туда. Рината при этом вспоминает, что этот батюшка когда-то, оказывается, был еще ее студентом, потому что она какое-то время преподавала во ВГИКе. И тут мы уж точно понимаем, что покрестят. Я захожу туда и понимаю, что ничего не получится. Батюшке я не понравилась сразу. С первого взгляда. Я помню, что вначале со мной вот в одной этой комнате сидит батюшка, Света и Рината. Вот группа поддержки. В какой-то момент А Света вообще на физическом уровне не конфликтный человек. Она, видимо, определила уже тональность даже по нашим взглядам. Она сказала, что ей срочно нужно бежать, не знаю, на йогу или заниматься еще чем-то. Рината держалась до последнего, но тоже сказала, давайте я вас оставлю вдвоем. И вот батюшка попытался мне объяснить, что грешница я, конечно, такая, какой свет не видывал. Искупление мне вот ни разу не светит. Я же в такие моменты начинаю разговаривать очень спокойно и одновременно вот я прошу аргументов. Я его расспрашиваю, он говорит, смертный грех, я говорю, то есть вот убийцу вы можете простить, а меня нет. Я говорю, вот смотрите, у меня было две опции. Поменять пол и, соответственно, бросить вызов Всевышнему, согрешить, либо положить конец своей жизни в теле мужском жить я была не готова выйти в окно. Это значит совершить суицид, что также является смертным грехом. Что мне делать, вы знаете? И тут я сказала, я выбрала свое счастье. Прикинь, батюшка. и в общем я поняла, что если я останусь еще на пару минут, я залеплю ему за трещину, потому что он такие глупости нес. И я подумала, что вот все-таки вернусь-ка я к своему богу, который со мной коммуницирует не обязательно вот с номером дома и с номером квартиры и почтовым индексом. Мне очень комфортно. С тех пор я не покрестилась. Надо сказать, у меня есть приятель, который нашел духовного как отца. Он, как выяснилось, он в Берлине, сейчас не знаю где. Он был наставником Людмилы Марковны Гурченко. Мой приятель рассказал ему всю историю мою. Он сказал, я сочту за честь покрестить Наталью. Я ему дико благодарна. Это огромная смелость, по сути. Огромная свобода вообще мышления решиться на подобное. Но мне комфортно. И плюс это практически как с голосовыми связками. Если тебе дважды отказали, там две ангины, здесь один батюшка трус, другой патологический кретин. Ну, пока что живу вот некрещеная, но под Богом хожу. Но ты считаешь действительно, что это была какая-то ошибка природы изначально, да? Да. Но мало того, тут видишь, могло дать сбой. Вообще мама моя великая женщина. Потому что если бы нужно было подтвердить мою легенду, если бы я рассказывала всем, что я биологическая женщина от рождения, просто иногда бываю грубоватой с голосом Жанны Моро, то моя мама меня снабдила прекрасными безупречными вещдоками. У меня есть фотографии меня в три года в каком-то невероятном парике, в шесть лет в каких-то там бант и какие-то нелепые, но все же платьица, в четырнадцать лет, но там уже была моя инициатива. Она всегда поддерживала эту историю и будто бы чувствовала на каком-то подсознательном уровне, а может быть и хотела девочку, но по каким-то причинам биологически родился мальчик. Поэтому это безусловная ошибка. В 21 год из Алматы, которая вот еще вчера была частью Советского Союза, ты отправляешься в Париж. Что алматинская девочка видит в Париже какое-то производит на нее впечатление? Картинка совершенно не та, которую я видела в журналах ВОК. Я прилетела в Париж, конечно же, насмотревшись тогда еще выдающегося Константина Львовича Эрнеста, его программа «Матадор», и я думала, что вот я приеду туда, в Париж, абсолютно невероятная, и там начнется такая жизнь, а Париж меня в июне встретил каким-то промозглым серым дождем, полным отсутствием возможности коммуницировать на английском языке, поскольку я тогда не владела французским, и в принципе не особой-то гостеприимностью. А ты летела как кто? Я летела как мужчина, кем я и была в паспорте. Нет-нет, я имею в виду в качестве кого? В качестве авантюристки. То есть ты летела не как модель, не на работу, никуда, просто у тебя был билет в Париж? Билет в Париж. Я понимала, что в Алматы мне не выжить. Я могла бы сейчас для большей пущей убедительности сказать, что вот, я понимала, что это единственное место, где я смогу преодолеть все свои вот эти вот мытарства и сделать переход, но я тогда вообще не подозревала. Я была убеждена, что в эту темницу не своего тела я буду заточена до скончания своей жизни. То есть я летела, потому что летела, потому что так надо было для меня, потому что страниц журналов и вот этой вот печатной реальности мне больше не доставала. Я хотела, чтобы это все картинка ожила. Я хотела свободы, которую я не видела, даже не понимая, что со мной происходит. Я понимала, что ну, этой свободы я не обрету на своей вот родине, той, которая была по рождению. Так что, да, чемоданчик и все сбережения. Влюбил тебя в себя Париж? Я мало что смыслила в любви, а мало того, я привыкла, я же не была какой-то сногсшибательной, длинноногой, грудастой красавицей, которая привыкла к тому, что все падают ниц. Я привыкла к безответной любви, в принципе. В 21 год я знала, что такое влюбленность с моей стороны, но мне на эту любовь никто не платил взаимностью. Поэтому, ну, еще один невзаимный роман в копилку моих поисков любви, это было не так страшно, это не самое страшное испытание. Париж-то меня покорил еще и по печатным этим всем имиджам, а я его покорила, мне кажется, спустя какое-то время. Какое? Недолго. Три года. Я очень быстро встретила своего мужа, будущего. Николя. Николя. И мне кажется, это и было таким вот проводником моей любви к этому городу. Он мне подарил самую главную любовь, и вот не такую, которую нельзя потрогать, любовь к городу, ну, что это такое? А он мне подарил любовь в лице любимого человека, которого я обнимала, который меня целовал, который говорил мне, что он не может жить без меня, и это самый, мне кажется, драгоценный подарок. Я навсегда благодарна Парижу. Ты появляешься в 2019 году в Москве, в 2020? в 2020. Ты можешь, приедав в Москву, рассказать про себя все, что угодно. Почему ты рассказываешь правду? Я тем самым укрепила свою обшивку. Я стала абсолютно неуязвимой. Многие недоумевали, когда я рассказала Ксении Анатольевне в интервью о том, что я занималась проституцией. Я предвосхищаю любую возможность вбить в меня кол хотя бы тем, что если ты раскрываешь чей-то секрет, то, конечно, это бьет вот в самое самое яблочко. А если ты этого не скрываешь? У меня не так много хейтеров, но вот с историей с войной их появилось больше. И самое удивительное, что у них я всегда думаю об этом. Единственный способ, как они считают меня уязвить, это написать «Да ты вообще мужик». Во-первых, я искренне не понимаю с какой стороны, в каком вообще ракурсе. Во-вторых, как это вообще связано, я сама об этом рассказала. То есть я тем самым, да, в какой-то степени обезопасила себя от злопыхателей. Но я вот сейчас нахожусь в гармонии. И это отчасти от того, что я все это рассказала. А когда вышла обложка Татлера с тобой? Ведь на самом деле в светском обществе Москвы не все люди знали, что ты трансгендер. Ну, вот этого мы никогда не узнаем. Это практически как с мужчиной, которые не поймешь, надо ли говорить. Не все знали. Вообще я-то считаю... Ты же не заходила в Московские гостиные и не говорила здравствуйте, Наташа, трансгендер. Это тема, которую я ненавижу муссировать. Во мне так много других составляющих, что да, это вот факт моей биографии, но это такой мини-параграф, который вообще где-то там под завалами всего другого моего жизненного опыта, приключений, ну, меня в целом, как личности. Я сейчас не говорю про масштаб моей личности, но со мной интересно, весело. то есть, ну вот да, я рассказала, дальше что. Изменилось к тебе отношение? Да. Да? Изменилось ко мне отношение не потому, что я трансгендер. Кстати, вот тут тоже такая интересная штука. Многие мои приятели, причем во Франции, часто, когда хотят меня познакомить со своими там родителями или людьми, которые условно вне того круга, который хоть что-то про это понимает, они, я раньше недоумевала для чего-то, делали предупреждение своим там родным, что вот придет Наташа, вот она немного уникальна в своем роде. Раньше не понимала и дико обижалась на это. Я не понимала, но они хотели будто меня оберечь от неловкого вопроса, неуместного взгляда, но в 99 случаях это была такая излишняя забота обо мне, потому что ну вот я заходила там на ужин и потом уже мне рассказывали, что те люди, которых предупреждали об этом, говорили, ну если бы ты не сказала или не сказала, то мы бы об этом и не узнали, или а что в этом такого. Поменялось ко мне отношение в Москве скорее да поменялось в первую очередь, ну конечно меня стали больше приглашать, потому что это обложка для многих, это знаковость. Я не знаю, как себя чувствуют те, кто каждую неделю украшает какие-то там обложки или афиши, постеры, но удивительная история, я в детстве коллекционировала журналы мод, потому что это было вот, это был какой, наверное, начиная с 89-го года, я открыла для себя в республиканской библиотеке алматинской, что в отделе иностранной литературы странным образом они были подписаны на английский звук, я его попросила выдать мне почитать, я не могла сдержаться, я должна признаться, что я совершила преступление, я его украла, вынесла под таким вот балахонистым, как вот этот вот джемпер, ну, потому что мое стремление к тому, даже не красивому, потому что это прозвучит поверхностно, а какому-то удивительному, загадочному и свободному миру, было сильнее необходимости консультироваться с этим красивым миром раз в неделю, приходя, как посетительница библиотеки. Я спионерила этот журнал и с тех пор, поскольку я постоянно переписывалась с иностранцами, такой был род деятельности, скорее хобби, в конце 80-х, в начале 90-х назывался Пен Пауэлл, это друзья по переписке, вот, и в тот момент иностранцы уже понимали, что не все так солнечно и хорошо, и благополучно вот на нашей территории страны, они очень часто, ну, проявляли такие позывы благотворительности и спрашивали, что же ты хочешь, чем тебе помочь, прислать ли тебе джинсы или жвачки, или, может быть, деньги, я говорила, нет, 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 пожалуйста, пришлите мне журналы мод. И я помню, вот, я очень любила итальянский бог больше всего, и как-то кто-то из англичан мне прислал Таттлер, и я его нашла, кстати, он 91-го года, там практически не было моды, а все те знаменитые масштабные личности, которые были тогда для Англии, я их не знала, для меня это был пустой звук, я подумала, какой бессмысленный журнал мне прислали, думала ли я тогда, что я буду на обложке Таттлера, не думала, стремилась ли я к этому, не стремилась, но вот, конечно, мне было приятно, потому что еще и, ну, маме. В твоей семье папа был? Был. Но в одном из твоих интервью я прочла, что ты говоришь, что лучшее, что он сделал в твоей жизни, это то, что он умер. Да, это звучит, конечно, дико жестко, но я по-прежнему, хоть я и меняюсь, и стремительно меняюсь, я правда так считаю. Сколько тебе было лет, когда он умер? Он умер, мне было, наверное, 23 года, но я уже жила во Франции. Мало того, вот я сейчас подумала в очередной раз и сделала паузу, обдумывая, могу ли я сказать, что я никогда не была на его могиле, потому что, конечно, я вполне готова к осуждению, потому что я, с одной стороны, говорю о чувствительности, эмпатии, сострадании, а с другой стороны, так отзываюсь о своем отце. Но нужно понимать, что я не претендую на роль положительного героя. Во мне достаточно и тьмы всякой в отношении отца. Что он сделал такое, что ты не можешь ему простить? Я не могу, скорее всего, ему простить, как в моем понимании он делал, ну, мне кажется, несчастной мою мать. Мама, ну, полностью смирилась с его деспотизмом. Я знаю, что такое и домашнее насилие. Он бил маму? Да, он бил маму, он бил меня. Он бил сестру? Нет, он не бил сестру. И это то, что нас развело по разные стороны баррикад. Она убеждена, что отец прекраснейший человек. Мой отец, как многие тираны, был абсолютной душой компании. То есть все, кто окружал нашу семью, были уверены, что мой отец, ну, дар божий, и маме несказанно повезло, как так вот женщина достаточно средней внешности, ничем не привлекательна, не примечательна, и вдруг вот такой вот он был к тому же очень симпатичный мужчина. И когда ты понимал, что это вот сцена общения с социумом, то, что он выдает туда, а человек заходит за кулисы, а в этом за кулисье мы, и мы дрожим, как осиновые листочки. И кому-то это объяснить было невозможно, потому что ну, тебя обвиняли в неблагодарности, злословии и прочем. я очень хорошо помню одну сцену, когда я увидела окровавленное лицо мамы, она долгое время мне пыталась убедить, что ты все не так поняла, но это то, чего я не могла и никогда не прощу, потому что ну, я готова принимать любые тумаки мира, но только не смириться с тем, что кто-то мог бы поднять руку на маму. А мама не уходила от него? Не уходила, мало того, у нас случались некоторые такие вот конфликты с ней, и это, кстати, очень важная тема про удивительную зависимость от мнения социума и вообще это стремление русской женщины к некому конформизму, то есть у нас же понимание женщина без мужчины, какого бы то ни было, она такая немного бракованная, она отторгнутая жизнью, она не может уже быть успешной априори, и поэтому каждая русская женщина, ну, во всяком случае в советское время, уж точно стремилась хотя бы для демонстрации вот этому социуму предъявить какого-никакого мужчину, то есть он хоть и бьет, но зато мужчина в доме, даже у моей мамы, которая, в принципе, была бесконечно независимым человеком, и для своего возраста, и той эпохи, и окружения, в которой она жила, она была свободной, но она не преодолела этой зависимости от социума. Буквально в июле, в начале июля мы перед тем, как улетать в Москву, повздорили, она живет в доме с садом, а это такой частный сектор, но где, естественно, есть близкое соседство, а я иногда, у меня бывают такие приступы гнева, я не могла себя сдержать, я начала достаточно резко предъявлять ей свои претензии, и я вижу, что мама бледнеет и говорит мне «тише, тише». Я говорю «почему? Тише что? Я тебя пугаю своими повышенными тонами». Она сказала «соседи услышат». И вот это для меня тоже такое оплеуха полного непонимания, какая мне разница, что услышат соседи, а вот главное, как там подумают. Поэтому жуткая вот эта зависимость, и вот все те, на кого поднимают руку, уходите сразу, без вообще права переписки, без обжалования, без амнистии. Это сто процентов дорога в никуда, человек, который может ударить. Он может дальше сдерживаться, бить физически, но он устроит такое насилие моральное, что иногда это ведь раны душевные, они бывают сложнее, подлежат к излечению, чем физический синяк, ну там троумели вперед. А вот когда из тебя тряпочка, как из человека, и весь ты вот в этих пробоинах, это уже никто не восстановит. Нет такой реабилитации. Ты помнишь этот момент в своем детстве, когда ты про себя впервые подумала в женском роде? Как мне кажется, так было всегда. Я вот у меня, кстати, я именно для книги, я сейчас не пытаюсь опять там сыграть какую-то уникальность своей ситуации, я пыталась восстановить в своих воспоминаниях ситуации с детства, сценарии, которые происходили со мной, тогда еще в биологически мужском роде. я не могу их вспомнить. Мне кажется, я всегда была такой, не могу. Как твоя мама, простая женщина, воспитательница детского сада, вдруг приняла тебя вот такой, какая ты есть? Почему она не стала тебя насильно переодевать штаны, заставлять катать грузовики, я не знаю, что нужно сделать, чтобы перековать в обратную сторону? Мне кажется, это будет самый короткий ответ на все из твоих вопросов, потому что любовь. Ей приходилось преодолевать противодействие папы, сестры и соседей? Я об этом не знаю, мама всегда старалась меня оберегать, она никогда мне этого не рассказывала. Даже когда вы остались вдвоем? Да, она считала, что она не проходила никаких испытаний. Правда. Мало того, вот у меня в первый же год моего перехода мама, поскольку часто приезжала в Париж, у нас накопилась за первый же год огромная коллекция фотографий, тогда еще фотографировали вот на эту мыльницу, мама любила, я покупала еще полароиды, и когда я приехала в Алматы, для меня это было показателем такого принятия абсолютного, что по всей квартире, ну дом у нас, стояли в рамках моей фотографии уже Наташи, то есть она не играла в параллельную какую-то реальность, она не играла в двойную игру, и не говорила там, не продолжала говорить соседям, условно, что там вот мой сын, а вот Наташа и Наташа. И она научилась говорить моей дочери? С самого начала, она ни разу не ошиблась. Она сама догадалась, что нужно так говорить, или только просила? нет, она сама, сама. Все равно ты чувствуешь навсегда, когда есть такой вот взгляд немного нездорового любопытства, или когда человек преодолевает себя, обращаясь к тебе, или там взаимодействуя с тобой. У мамы это совершенно получалось природно, натурально, без малейшей заминки. И тут я должна сказать, что, конечно, если мы можем говорить о какой-то уникальности в моем случае, это точно привилегированность, это какой-то божий дар, что я прошла вот эту всю свою историю перехода, имея колоссальную поддержку со стороны мамы. Потому что, ну, я не знаю, каково было бы мне не чувствовать этот тыл за спиной, если бы мне задали вопрос о том, чему тебя научила мама, и за что я ей бесконечно благодарна, она меня научила искусству становиться собой. Как круто. У тебя так в жизни и не было человека ближе, чем мама. Невозможно, это невозможно ничем заменить. С сестрой у вас есть отношения? Нет, они были всегда натянуты, как я сказала, в силу того, что вот она была скорее со стороны отца и мамы. Ну, это же родная сестра. Родная сестра. Ну, вообще, давно пора прекратить прекраснодушничать, говоря о том, что ДНК и гены обязывает к родству. Это все ерунда. Иногда самыми близкими становятся люди, которые с тобой ну, никак не связаны ни генетически, ни с семейной историей, ничем. И вот близкие люди оказываются совершенно чужими. И ну, вот такая жизнь. И мама была тем связующим мостиком, который сгорел безвозвратно. Я когда сказала, что я осиротела, в тот день, когда ушла мама, это было не просто вот таким пафосным жестом. Это абсолютная правда. Но я и многодетная мать, и многоматерная дочь, потому что все те, кто у меня окружает, они берут на себя огромную заботу обо мне. Ты хочешь детей? Да. Я бы хотела детей. Я не совсем понимаю, как это сделать на практике. может быть, кто хочет, тот добьется. Может быть, это вот тоже какая-то новая веха в моей жизни, которая должна начаться. Но хотела бы. Я не могу на себя взять ответственность, сказать, что я буду хорошей матерью, но я точно буду охуенной подругой. Выбери, пожалуйста, милосердие или справедливость? Справедливость. Свобода или стабильность? Свобода. Правда или безопасность? Правда. Родина или истина? Родина. Родина родин. Что ты сделаешь, когда закончится война? Отправлю свое резюме в военный трибунал. Где мы встретимся через год? Я хотела бы, чтобы в Париже пойдем в прекрасный ресторан, которых у меня огромное множество, но есть один, который я вожу только близких друзей, а тут уже я говорю не только тебе, пойдем в этот ресторан, а вот всем, кто за кадром, потому что я как-то вас всех успела полюбить, а мы уже закончили, что ли? ВОЕННАЯ МУЗЫКА ВОЕННАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok